здравствуйте анастасия здравствуйте ну мы с вами совсем не знаком правда ну да можно так сказать это хорошо мы вот будем для зрителей говорить но прямо с нуля правда значит я тут написал проект некоторой школы и хочу ее предложить кому-то реализовать но в регионе где-нибудь мне не важно в какой стране вот в россии лучше конечно ну вот и сил у меня нет ее продвигать ну предлагать и так далее ну расскажите что вообще вы хотели бы видеть человеке который будет продвигать вашу школу какие функции как вам сказать мне нужно чтобы ну конечно его бы я хотел с вами обсудить человек про которого вы спросили мне бы хотелось чтобы он был настроен на конечный конечный результат видимо открытия школы правильно я понимаю вопрос сразу наверное с структуры так сказать планом я ознакомлена смотрела ваш документ даже у меня было на примете пару семей кому можно было бы это у нас предложить я им дала ссылку на вас вопрос возникает на этапе финансирования ну то есть я так понимаю это спонсор какой туда финансирует реально я понимаю но пока спонсора этого нет но его нет он планируется быть правильно ну да конечно но вот вопрос возникает какой интерес спонсора то в этом всем то есть естественно людям непонятно с какой стати какой-то дядя будут платить за обучение детей у меня пример такой на руголь штайнер знаете такого нет нет это известный немецкий философ давно умер его пригласил один фабрикант и сказал причем это было в 1918 году когда в германии было очень плохое положение после военно и причем на германии очень сильно проиграла военно правда вот этот фабрикант сказал штайнеру сделай мне школу для детей и рабочих моей фабрики и штайнер годик провел подготовку и ту кустушку поэтому ответ на ваш вопрос такой владелец какого-то предприятия может сделать школу для детей своих сотрудников а какая ему от этого выгода ну наверно я сам догадаю сообразить потому что я за него не могу собрать хотя конечно могу на этом предположите вы тоже можете ну школа была бы например его уходом от налогов так лучше сказать как правильно не как это не противоречие закона будет статья расходов соответственно пишется сумма сама хорошо тогда продвижению возвращаемся что вообще планируется изначально это продвигать саму идею или прям уже поиск людей которые будут в этой школе я бы делал так я бы по двум направлениям я бы искал вот такого человека которому его сотрудникам нужна школа второе это значит будущего директора школы и учителя то есть два человека вот их надо найти и сказать ребята вот вам рабочие места будут давайте будем стараться чтобы они появились их тоже подключили кстати это может быть промежуточным таким результатом наших с вами усилий когда такие люди найдут пытаюсь понять что вообще начать планируется с поиска этих людей можно у меня на примете есть например два предпринимателя один значит в россии а другой казахстане в россии рыбаков а в казахстане маргулан маргулан сейчас помню сейчас помню фамилию да мне понравился очень дядька он такой человек со здравым смыслом совершенно приземленный доступный и все такое и широко мыслящий причем социально широко мыслящий ну вот может быть например еще мне кажется таким человеком кажется мне также и этот самый владелец норникеля как его фамилия он еще у него фонд есть до студент он дает не студент уже давно много лет причем очень серьезные и очень большому количеству ну вот то есть можно двигаться направление третье направление куда можно было двигаться но я не думаю что там что-то выберет на это сейчас в россии объявлена программа строительства новых школ очень большая программа огромное количество школ да ну там сотни школ да естественно под них выделяется деньги мы могли бы предложить для одной из таких школ какому-то городу или району где школа будет запланировано под эту школу ну технологический процесс обучения и команду которая его осуществит то есть если например предполагаем школа намечена постой через три года или через четыре или даже через пять лет да вот к этому времени нам скажут вот к такому-то сроку двери будут открыты готовьте команду да ну пока все сводится все равно изначально к поиску человека который будет заниматься именно вот физически это все не просто по соцсетям что-то делать а вот искать прямо физически ну смысле предпринимать какие-то действия по поиску других людей в команду ну частично да частично это будет ну переписка конечно какими-то предпринимателями заводами там просто фирмами которые не завод да айтишными фирмами я не знаю думать надо такой вопрос тогда допустим если кто-то из ребят у нас курса да ну вот я им предложу заинтересуется им какие-то условия озвучивать или сразу просто к вам направлять поговорить сразу просто направлять вот но я бы с вами поскольку я так понимаю что у вас вот продвижение есть какой-то уже личный опыт правильно у меня пытаюсь из теории в практику выйти вот значит у меня к вам какой вопрос в каком виде или за что вы видите себя оплату я на самом деле больше что занимаюсь сейчас продвижением именно в интернет пространстве поэтому сложно так прямо надо надо вдумать как можно именно к вашему проекту применить продвижение вот смотрите у нас есть 80 там с чем-то регионах да ну этих областей республик и прочее да где есть правительство и есть управление по образованию ну например всем главам разослать определенный текст а потом делать сопровождение этого текста то есть не просто заслали и сидит да вот такое направление но я бы его назвал самым безнадежным направлением дальше посмотреть какие-то активные регионы ну например там калужская область или брянская область или какие-то разумные люди мэры да или губернаторы да вот может быть по разумным губернаторам а не по всем вот так откуда веерам да разумные губернаторы у нас есть вот ну кстати сказать вот я например выпускник обвинского института атомной энергетики да а выпускник нашего института был мэром города обвинка а теперь он губернатор калустелга вот его надо так сказать как-то проинформировать тщательно да вот ну вот так вот как то то есть такая творческая работа в диалоге со мной мы что-то будем обсуждать намечать направление и действие вот но я бы хотел от вас сейчас услышать на мой вопрос ответ типа такого Григорий Олегович давайте я вам сделаю вот это а за это вы мне заплатите вот сколько ну вот прямо сейчас в ходу я вам не могу ответить надо потому что вот именно такого опыта работы у меня не было поэтому надо это обдумать и сказать обдумывание вот например ну я просто для обдумывания сейчас да я не для того чтобы получить уже от вас ответ а просто как бы какая-то пища для ума да например вот там губернатор мне написал ну давайте там будем в диалоге обсуждать да это продукты которым можно вам платить деньги или нет да то есть из него еще ничего не получилось пока да ну по результатам вопрос поняла да я например вот это было где-то в 2000 каком-то четвертом году я искал себе веб-дизайнера который сделает мне сайт за то что с этого сайта я буду продавать свою книгу а мы вместе будем получать пополам деньги от этой книги понятно да и никакой дизайнер на это не соглашался но все-таки я нашел одного и он мне сделал сайт вот и много лет лет десять мы продавали эту книгу вот одна книга стоила 120 евро вот такая тоненькая тоненькая была чем я до сих пор горжу понимаете да и мы делили 120 евро ровно пополам вот так что вот хорошо поняла вот это был конечный продукт проданная книга понимаете не не сам сайт а вот угу ну ладно я вам ну что еще сказать я вы меня очень порадовали тем что вы прочитали там описание проекта да да я посмотрела некоторые ваши тоже разговоры с разными людьми помимо Антолея ну так понять суть школы вообще ну как бы чтобы было сразу что и своим предлагать потому что у меня есть пару семей которые уже на семейном обучении с аппетитрами ну вот значит мы сейчас тогда не будем тут для наших слушателей возможность наших зрителей там излагать в чем там суть школы да хотя мне бы тоже этого хотелось но люди мы вот тут дадим внизу ссылки под нашим разговором сегодняшним и люди смогут пойти и почитать правильно да правильно вот ну да в общем вы затронули что вот есть некоторые семьи которые уже на семейном обучении да я предполагаю что школа возьмет на себя наша школа она возьмет на себя функцию оформления всех детей школы на семейном обучении вот вот ну как это делается сегодня довольно много людей так делают вот и мы просто это централизованно сделаем и все и будем жить по своим правилам и учиться по своим правилам то есть нам нужно вывести нашу школу из-под гнета чиновничьего аппарата вот всех этих методистов всяких контролёров ну и в то же время чтобы с ними дружить чтобы им это было выгодно такое надо ну ладно это я уже немного отвлепился от того что зачем мы с вами встретимся ну еще если есть вопросы задайте а так уже все наверное да пока наверно все вопросы надо обдумать Ну, я очень рад встрече, спасибо, заочное спасибо Анатолию Олеговичу за то, что он как-то нас нечаянно встретил. Ну, все, тогда я выключаю запись, до свидания. До свидания, спасибо.